Приветствую вас, и как ни странно, ответ кроется в том, что он был для вас всем. Вот именно то, что он был для вас всем, и является основной проблемой. Это причина, по которой вы пришли к нам на ресурс, это причина, по которой вы задаете вопрос, это причина, по которой вы приняли его второй раз после того, как он встречался месяц с другой женщиной, это причина, по которой вы терпели его эгоизм, его высокомерие и так далее. И поскольку вы в итоге все-таки решили от него уйти, то вы молодец, вы поступили правильно. Но это то, и я думаю, вы с этим согласитесь, что диктует вам радость, что диктует вам, так сказать, интеллект. А вот чувства, эмоции, сердце говорят другую, да? Чувства говорят, что вам, если к нему вернуться, что может быть не будет все хорошо. И дело в том, что вы, наверное, этого человека очень сильно чтили, то есть вы его превосносили, вы считали его самым лучшим, вы не преклонялись перед ним, но очень сильно уважали его, думаю так. И он послал для вас всем, то есть вы с ним практически потеряли себя, потеряли личные границы, вы как бы заменили им все свои цели, все свои ценности, идеалы истребления. И вот это и было вашей самой главной ошибкой. Мужчина понял, что вы полностью и целиком принадлежите ему. Мужчина понял, что все ваши мысли, помыслы, цели, желания связаны именно только с ним. И он начал расслаблять. Он почувствовал, что вы принадлежите ему, и что ему не нужно ничего делать, для того, чтобы удерживать вас рядом с собой. Для мужчины это означает, что можно двигаться вперед, что можно опираться на вас, опираясь на вас, решать определенные свои уже задачи, свои проблемы. И самое главное, что вы-то никуда не денетесь. Хочется для мужчины является центральным, так сказать, понятием. Вы полностью принадлежите ему и зависите вы тоже от него. И это уже второй момент. Мало того, что вы все свои цели и желания сделали мужчину, так вы еще и через него, на него завязали свои потребности. Через него мы начали удовлетворять какие-то свои желания. И это нужно менять. Как? Ну, во-первых, понять. А сегодня, собственно говоря, этот человек давал. Вот кто-то может сказать уверенность в себе, кто-то может сказать востребованность, кто-то может сказать успешность, кто-то может сказать ощущение себя женщины и так далее. Как вы понимаете, спектр возможных желаний, возможных потребностей достаточно велик. И в зависимости от того, что является вашим набором, нужно и думать, как вам самостоятельно, без мужчины, эти все свои потребности и желания реализовать. Потому что в действительности, если вы уже от человека ушли, то вы уже понимаете, что отношение между вами невозможно. Скорее всего, вы понимаете, что его тоже уже не любите, но он вам нужен. Нужен для удовлетворения своих собственных потребностей. И вот эту должность нужно убирать. Уберет ее, и вам станет легче. Также неплохо было бы понять причину такого эгоистичного приведения мужчины. Потому что, может быть, вы считаете, например, что виноват нас сами в том, что, допустим, мужчина так себя начал вести с вами. То есть вы считаете, что вы что-то сделали неправильно, вы что-то упустили, вы как-то начали там себя вести, ну, не так, как нужно. В действительности это тоже ошибка, потому что вы довели себя, как вам подсказывает сердце, вы были с собой, а вот мужчина менялся. И возникает вопрос, а почему человек, значит, в начале, после двух лет отношений стал эгоистом? Почему именно два года? Почему только через два года он стал эгоистом? Это вам тоже нужно понять, потому что, если вы поймете причину его эгоистичного поведения, вам будет легче понимать, как обстоят дела с ним, и легче будет впишать в свою картину мира данное обстоятельство. Чтобы у вас все кусочки, картинки сложились воедино, чтобы вы поняли, наконец, как обстоят дела в действительности, и смогли бы отталкиваться от нее, от этой действительности. Чтобы стремиться к тому, чтобы все-таки выхватить, а не другие люди. А это невозможно, без четкого понимания того, что происходит. Значит, с одной стороны, есть вы, с вашими потребностями и желанностями, которые вы проектировали на мужчину. Вы с вашим растворением в нем. Вы с потерей своей индивидуальности и с размытием личных границ. Этот момент нужно, как бы, обозначить, как ключевой. И с другой стороны, есть молодой человек, мужчина, поведение которого вам не совсем ясно. И до конца ясно, почему вот два года прошло, и он изменился. Может быть, правда, было какое-нибудь обстоятельство, которое подпортило вам отношения. Если так, то его нужно собрать. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего постыдного, нет ничего трагичного. Люди в отношениях совершают ошибки. Другое дело, что эти ошибки нужно разбирать. Нужно их осознавать. Чтобы хотя бы в будущем их больше не допускать. Тем самым, защищая себя от негатива в дальнейшем. Вот именно так вам и нужно начинать жизнь без мужчины. Именно так вам нужно строить свои существования, будучи одной. И помнить, что никогда не нужно ради кого-то терять самого себя. Потому что люди, когда они, допустим, влюбляются, когда они позиционируют человека, как своего, скажем, партнера, они всегда видят его, как некую такую индивидуальную субстанцию. Одного, отдельно взятого партнера. А если человек начинает растворяться в другом, то он становится неинтересен. Ведь он заменяет свои желания чужими. И по сути становится отражением этих желаний. Человек видит, что в другом отражаются его собственные желания. Отражается он сам. И это, конечно же, неприятно. И у человека есть два пути развития в данной ситуации. Два варианта действий. Первый вариант – это окончательно и полностью с человеком разорвать связь, потому что ему неприятно видеть себя в нем. А второй вариант – это тот, который выбрал ваш мужчина, судя по всему, это вариант, при котором, ну, условно говоря, условно, мужчина решил на всю мощность использовать то, что вы в нем растворились. То есть он решил вас абсолютно ни во что не ставить, он решил пользоваться вами как хочет и все. Тем самым, как бы, думая только о себе и о своих интересах. Естественно, это не может не вредить вам и вашим отношениям в целом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...